всем привет дорогие друзья почти бритьё на этот раз все получилось несколько через голову и все совершенно наоборот всегда в обычном порядке просто писалось видео почти бритьё потом бритьё и все нормально все хорошо сейчас же произошли некие события которые заставили пересмотреть всю эту схему и первым было записано почти бритьё сейчас я его записываю основное бритье уже записано я уже побрился станком уже составил свое представление поэтому тут если будет какая-то сумятица не обращайте внимание я постараюсь все разъяснить так вот давайте обо всем по порядку начале информация от вас и ваш ваш отклик я хотел бы дополнить и лайфхаки которые уже были в предыдущих видео еще двумя первое это сергей янг он накануне и запамятовал не выставил показал очень интересную штуку оказывается можно делать подставки для станков еще и таким образом это трещотки головки на накидные головки на наши гайки оказывается такие вещи не обязательно покупать набором достаточно просто пойти в специализированный магазин и такая голова в отдельности она ну 50 100 рублей со слов сергея подобрать по диаметру вы можете прям прийти взять со станком магазин пришел раз померил посмотрел вот это мне надо сколько надо столько и завод тебе подставка и еще один вариант выдал павел шулепов интересно когда я смотрел на эти держатели я тоже думал что да это можно но думать это одно а сделать другое так вот павел это сделал с его слов он получается берет вот эти вот держатели для пластиковых труб на эти вот как прикрепляется как как клипса на стенке и берет нужный размер а потом просто у себя прикрутил и помазочек кто оставит ну чего не вариант следующая сандар сандар не то чтобы поразил удивил а просто приятно было читать его читать его сообщения потому что там были мысли там была аналитика там выражалась ну скажем так какая-то вот индивидуальность человека что ли так вот первое что он зацепил это по поводу того что если крем холодной воде так сработал викинг помните да то вполне себе вероятно что он еще и в теплой воде это отыграет гораздо интереснее и второе его точка зрения по поводу кишевского помазка которая заключается в том что вот за такие деньги такой помазок тем более таким горным названием что это барсук лучше не брать потому что за такие деньги можно взять хорошую синтетику а чтобы не обращать гордое название барсук лучше под накопить и взять нормальный ну а здравом размышлении то он прав он прав не всегда так бывает могут люди себе допустим хочу включить и попробовать но в данном конкретном случае я думаю что все-таки он прав потому что ни один и два человека еще лучше в комментариях написали о викторич у меня был такой лезет как-то сука по весне или по осени когда суки лезут вот так вот говорит и есть говорит начинаешь бриться через некоторое время там месяц два-три и у него говорится середина вылазит и там уже проплешина горит и все их гарбич мусор взяли просто выкинули да и все следующее сообщение а следующее пожалуй важное самое самое которое будет гвоздем этого выпуска не так давно где-то пару-тройку дней назад юрий сильвестров в к мне написал что вадим смотри яки никак не угомоняться китайцы никак не угомоняться и задумали сделать ремейк ну как ремейк копию содрать ну как китайцы умеет вы сами знаете да никак не ничего попало гипса того самого регулируемого гипса который на сегодняшний день является чуть ли не иконой чуть ли не эталоном регулируемых станков и лучше чем гипс регулируемых станков мало кто признает для многих людей гипс это как как лекала по которому они сравнивают ту или иную бритву потому что та самая бритва гипс которая была создана французами 40-х годах французской компании вот там англо-французская что-то вот такое настолько хорошо бредит настолько великолепен на всех настройках что многие люди в него просто влюбились в этом станке они просто влюбились там еще у него вот гильза она закручен как на тайге до гильза она снимается и в базе она там идет ну вот просто ведь вот такая вот черненькая пластиковая до патика людям настолько полюбился инструмент что начали выдумывать уже и более длинные ручки разные всякие гильзы короче этот станок попал под народный кастомазин по полной люди его любили люди украшали люди на него дышали или боялись дышать как правильно так вот слова гипса китайцы не первые она не давала покоя многим и закончилось все это тем что в америке по 60-х или 70-х каких-то 80-х годах я точно не могу сказать я не интересовался этим вопросом так просто краем уха пролетела американцы решили создать свою версию гипса ну то есть грубо говоря тоже содрали но убрав и очень большой недостаток гипса для многих распространение гипса мешала его конструкция французы были настолько большого о себе мнения что они под этот станок делали специальные лезвия которые вставали только в этот станок другие станки они тоже могли вставать но именно под этот станок нужны были только именно эти лезвия я вам их покажу спасибо геннадий он прислал вот эстония их много людей это не останавливало люди придумывали всякие приспособы всякие механизмы чтобы дырявить специально там прорези такие есть дырявить специально лезвия чтобы лишь бы побриться гипсом а многие даже не заморачивались брали просто лезвия вот как обычно ставят потом пошляпим и пумс и все там лезвия самудрявилась и они начинали бриться способ да способ но все-таки кривовато становилась и все такое прочее так вот американцы создали этот станок что у них там не пошло что у них там не получилось я не знаю но факт остается фактом что станок перестали производители сняли с производства ли не стали больше делать но не суть на сегодняшний день настолько редкое явление что вот его где-то так вот пойти найти купить да фиг то там если он и появляется то заполни себе приличные деньги и тут хлобыть вот это сообщение от юрия сильвестрова что смотри чего я кита замутили но первая мысль ну что китайцы не первые не последние они уже он желез фюжен помните да сколько тот стоит и за сколько китайцы выпустили то есть как бы да и вполне себе кому-то он зашел кто-то на него плюется для него слишком агрессивный ну а тут гипс я написал я ком я говорю так и так здравствуйте ребята вот народ говорит что вот типа того нет вадимы пока не выпускаем участвует ведь есть опытные образцы мы их испытываем чтобы понять стоит его допускать производства или нет и ни слова не пол слова вообще ничего не сказали ну ладно хорошо проходит два дня и хлобыч на каноне вот этих вот всяких вот обзоров которые пишу зад яков приходит посылка я тоже знаю что там потому что это уже было а вы еще нет так что на крупный план пошли распечатывать что-то от яков нам приехала давайте посмотрим мандраж все еще не прошел историю про гипс я вам рассказал сейчас будем смотреть давайте наверно посмотрим того что попроще мне всегда нравилась эта ручка не из-за того что азартный человек а там шарик какой-то спорт лото или еще что-то а из-за того что она какая-то светлая светлая веселая радужная кто сказал цвета лгбт ребята бросьте здесь их всего раз два три 4 5 6 7 твою дивизию точно 7 но нет это для нормальных пацанов синтетика упругая если кто-то думает за что-то упругая за что-то такое вот как вот кабанчик но синтетическое пожалуй вот этот мог бы сыграть но точно мы это конечно же узнаем после того как пора бреемся им ну и точно такая же 2000 новый до вес обратили внимание и точно такая же ручка но посмотрите какая фактура барсучок приятный барсучок хороший плотная набивка лангую шарик никуда не денется он здесь будет ну и ручка точно такая же светлая светлая приятная вкусная очень интересно пожалуй наверно все таки вот с этого начну потому что реально по кайфу вот прям что-то он здесь такой прям хороший внутри такой прям добрый у меня очень большие надежда на него с него начнем к на 3 асмодями кистями две пылинки вытащил еще одна вещь которую уж никак не ожидал я получить в этой посылке это вот такой закос под одно леви посмотрите ребят как интересно ну да конечно это придется все ломать вот как она здесь будет фиксироваться как она будет ставится вот со всем этим я буду разбираться естественно постараюсь показать в одном из ближайших обзоров потому что очень и очень интересно ну и давайте к интриге перейдем так барабанная дробь что же у нас тут есть твою ж дивизию точно гипс ё-моё ну вот вот и все пока давайте на этом остановимся потому что главное уже свершилось экспериментальный образец яки нам прислали но в следующем обзоре я вам постараюсь все это стихах и песнях более подробно показать ну и конечно же мы с вами побреемся этим великолепным изделием для тех кто будет спрашивать ребята напомню в продажу он еще не поступал пока лишь он всего на экспериментальной стадии то есть они хотят понять правильно они сделали неправильно хорошо нехорошо и можно не можно его производить но так эксперименталка у нас с вами на руках я думаю что мы первые мере на него сделаем обзор но по крайней мере я надеюсь на это и все-таки приятно ребят прикиньте да вот такое свершение перка 1 1 обзор будет на русском языке ну посмотрим посмотрим все пошли дальше так он дорогие друзья будущий прототип китайского гипса у нас на руках в следующем видео которое будет побрить я там выскажу одну мысль так вот я бы хотел вас попросить поддержать меня вот в этом вопросе там я задаю вопрос как лучше запустить гипс в одном из двух вариантов вот у меня в голове сейчас два варианта что это за варианты я объясню в том виде ну чтобы не плодить информацию так вот если вы в комментариях вы скажетесь на эту тему вот как вы считаете как будет правильно и тому же будем думать и будем уже посмотреть но раз уж сейчас я это видео пишу из будущего в прошлое то забегая вперед хочу сказать что то видео которое будет со станком волга я тогда этого еще не знал часто я это знаю ребята волга охонь огонь это такой горячая штучка это прям вообще обалдеть я это понял спустя два часа спустя час спустя два часа спустя три часа после того как побрил с этим станком потому что во время бритья там еще были какие-то фи 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 фу 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 да я не знаю да может быть да наверно ну посмотрим ну короче вот что-то там а когда побрился когда уже авто шей впитался кстати авто шей вы которые там есть дешманский вот этим смысле недорогие блин тоже понравились сохнут долго но когда высохнут тут такая броня прям без испарин без нифига вообще это фидбэк получается сейчас в тех авто шейва которые будут следующем видео так вот если у кого-то есть желание получить неплохой станок который будет ничуть не хуже чем и 10 3 4 для многих даже возможно еще и лучше ребята волга волга тем более что его сейчас не так уж и сложно достать я проверил мешки авито то все 5 10 даже на мой шей посмотрел есть есть еще можно взять ребята классная штука прям понравилось на этом на этом разрешите попрощаться добрая счастья радости берегите себя берегите своих близких дай ему было здоровья пускай вас всегда всегда все будет хорошо сейчас уже половина первого ночь и я заканчиваю это видео и домонтировать завтра вы его увидите ну а вам пока пока ну и да конечно пошли бриться догоняйте вот и